Всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua И сегодня ко мне в руки попал очередной бюджетник под названием Empire S720. Что могу кратенько об этой модели рассказать? Во-первых, поставляется модель в трех цветах, по крайней мере у нас эти модели есть в продаже. Это вот такой вот красный-розовый, есть полностью белый вариант и есть черный. Эта модель построена на двухъядерном процессоре MDK572 с частотой 1,3 ГГц. Здесь 512 оперативной памяти, здесь 4 ГБ встроенных, доступно где-то 2 ГБ для пользования. Здесь 4.2 Android, 800 на 480 разрешения экрана. Матрица заявлена от производителя IPS, но далековато от IPS, углы обзоров не сильно максимальные. А поэтому давайте разбираться более конкретно. С завода данная модель поставляется вот в такой вот коробке. Вот такая вот есть обложка здесь. В общем, в комплекте давайте рассмотрим что. Во-первых, здесь есть оригинальная пленка, здесь есть оригинальный бампер. Бампер, естественно, соответствует по цвету, в зависимости от цвета модели. Он не силиконовый, он такой пластиковый. То есть, ну, довольно-таки удобно, и смартфон ваш останется всегда в надлежащем качестве. Здесь в комплекте у данного производителя это два аккумулятора. Значит, на аккумуляторе написано 2500. Но это неправда, я тесты проводил. Дальше немножко об этом расскажу. Гарнитура, стандартная зарядка вот такая вот и USB кабель. Давайте поговорим немножко о дизайне данной модели. В принципе, модель выполнена очень стильно. Очень классные материалы корпуса. Нигде ничего не люфтит. По сборке у меня нареканий никаких нет. Спереди у нас есть стекло, которое защищает наш экран. Оно покрыто пленкой. Три сенсорных кнопки. Это меню домой-назад. Сверху у нас есть фронтальная камера. Датчик освещенности, датчик приближения. С этого блока нету ничего. Сверху micro-USB разъем, разъем под наушники. С этого блока качелька громкости и кнопка включения-выключения. Снизу у нас идет микрофон. Сзади у нас камера. Камера на 5 Мп без автофокуса, но со вспышкой. Решеточка под динамик. Внутри модель выглядит вот таким вот образом. Она на 2 сим-карты. Сим-карты у нас работают в стандарте GSM плюс WCADMA. И, естественно, слот под microSD-карточку. Как я уже говорил, аккумулятор у нас на 2500 мАч. Если честно, заметил вот такую интересную штучку с наклейкой. Если честно, даже не разобрался, что это такое. Напоминает, как на компьютерах батарейка от BIOS. Что-то типа того напоминает. Честно, не знаю, что это такое. Модель, скажем так, не столь популярна в интернете. Поэтому информации данной я не нашел. Сам корпус материала изготовления. Конечно же, пластик. Пластик не глянцевый, пластик матовый. Отпечатки пальцев не остаются. В этом плане все классно. Никаких люфтов, ничего подобного здесь вы не найдете. Сборка отличная. Если на перегиб, то тоже модель собрана довольно-таки монолитно. Вот эта сделанная такой огранка, вот эта вот она, я считаю, что это тоже пластик, просто покрашенный. В принципе, все. Сверху есть еще решеточка под динамик. Начнем наш обзор, конечно же, с технических характеристик данной модели. Зайдем в программу Antutu. Итак, начнем, конечно же, наш обзор с технических характеристик данной модели через программу Antutu. Во-первых, набирает данная модель порядка 10-11 тысяч. Это что-то среднее между MTK6577, даже турбированным, и процессорами MTK6589. Как я уже говорил в начале нашего обзора, здесь процессор MTK6572, графический ускоритель Mali 400, 800 на 480 разрешение экрана, 5-мегапиксельная камера. Здесь всего лишь 512 мегабайт оперативки. Собственной памяти здесь 4 гига, доступно где-то 2 гигабайта для пользования. Карта памяти у меня установлена на 16, отлично все с ней работает. Процессор это двухъядерный, частота максимальная 1,3 ГГц. Обновили производители Antutu свою программку, 4-й Antutu. Теперь он русифицирован, теперь можно посмотреть вот эти все наименования датчиков, что есть. Значит, видим, что есть датчик приближения, датчик освещенности, датчик дистанции, и больше никаких других датчиков данной модели нет. Antutu тестер и количество прикосновений. Две точки касания распознает данный дисплей. Ну и в Z-device тест можно зайти. Могу показать, что с заводской прошивки работает у нас Play Market, отлично. Давайте его установим. То есть смартфон полностью готов к работе, прошивка у нас полностью русифицирована, об этом чуть-чуть попозже расскажу. А пока посмотрим наличие датчиков, наличие функционала через программку Z-device тест. Значит, есть у нас здесь работающий GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компаса нет, акселерометр, само собой, датчик освещенности, датчик приближения. И, собственно, все, вспышка, ну вспышка, я думаю, в такого класса модели. У нас не особо будет хорошая вспышка. То, что я говорил, полноценный русский язык у нас здесь. Нигде вы тут не найдете китайский софт, все отлично сделано. Прошивка у нас сама по себе. Это 4.2 Android, версия модели S720. Значит, в настройках у нас все стандартно, все стандартно для 4-го Android, все-все-все настроечки, все это без проблем. Сверху есть, само собой, вот такая вот менюшка, в которой можно сделать выбор той или иной функции. Меню тут также работает. Ну и, конечно же, выбор обои на рабочем столе. Все это понятно. Экран. Экран данной модели имеет разрешение 800 на 480, размер 4,5 дюйма. Производителям было заявлено, что это IPS-экран. Не знаю, что-то это не похоже на IPS-экран, потому что немножко все-таки картинка выцветает, когда я переворачиваю его туда-сюда. Запас яркости у нас вообще никакой. Разницы между минимальной яркостью и максимальной практически нет. То есть, вот такая вот яркость данного экрана. Давайте посмотрим картинки, какие у меня есть. Да, прямо экран показывает под прямым углом. Экран показывает хорошую картинку. Все ярко, все сочно. Тут никаких нареканий нет, но стоит мне начать чуть-чуть экран изменять. Угол обзора сразу же вы можете видеть на своих экранах вот такой вот эффект. Ну, в принципе, за эти деньги, с такими характеристиками, с такой начинкой, экран довольно-таки неплохой. Если даже сравнивать с моделью One M7, который четырехъядерный, ну, тут экран намного лучше, чем там. Что наша модель, как она работает с приложениями, как она работает с видео, давайте посмотрим. Потому что множество даже четырехъядерных моделей не хочет воспроизводить Full HD формат видео. Во-первых, это, само собой, вот этот вот ролик, который у меня записан в формате 720p, воспроизводится великолепно. Обращаю ваше внимание, что это максимальный уровень громкости. В принципе, это нормальный уровень, но, конечно, хотелось бы погромче. Это не самый громкий смартфон, который я слышал. Также модель запускает Full HD видео со звуком, с картинкой, но видео немножко подтупливает. Сказать, что это какой-то такой существенный недостаток я не могу, потому что на таком экране, с таким разрешением, что Full HD, что даже 720p, качество видео меняться для вашего глаза не будет. То есть, абсолютно легко можно скачивать какие-то фильмы в размере 1,4 гига, в самом-самом стандартном, даже 480 точек. И все будет отлично воспроизводиться. То есть, железо под данный экран нормально настроено, оно готово воспроизводить Full HD формат, ну, немножко подтупливает, но ничего страшного. Данная модель будет воспроизводить, в принципе, любые игры. Тут хороший графический чип, нормальный. Но мне не получилось установить эти все игрушки, так как здесь неправильно настроена функция памяти. То есть, у меня установлена microSD карточка, он ее видит, все с ней в порядке, но он, телефон, я имею в виду смартфон, устанавливает все эти приложения на свою собственную память. То есть, с завода, с коробки, вы тяжелые игры на этот смартфон установить не сможете. Нужно будет переназначать эту память. И потом уже можно будет устанавливать все, что угодно. Из того, что у меня получилось установить, это, конечно же, Dead Tracker. Вторая версия Dead Tracker почему-то в Play Market на данной модели не присутствовала. Он не хотел ее выбирать и не хотел даже устанавливать отдельно закачанные с компьютера APK файлы Dead Tracker 2. Не знаю, с чем это связано. Возможно, какой-то конфликт по этому процессору есть. Ну, не суть. В принципе, Dead Tracker 1, там практически такой же уровень графики. Давайте посмотрим, как будет играть эта версия. Я уже говорил по поводу аккумулятора в самом начале обзора, что заявлен аккумулятор на 2500 мАч. Но на самом деле это немножко не так. Потому что я тестировал аккумуляторы при работе с видео и в Antutu тестере прогонял. Как я это всегда делаю. Значит, Antutu тестер у меня показал 441. Это довольно-таки слабый показатель для 2500 аккумулятора и с размером экрана 4.5. То есть, на самом деле там гораздо меньше аккумулятор. Также я тестировал эту модель с воспроизведением видео на максимальной яркости, естественно. Ну вот, как вы видите, со 100% до 19 он у меня разрядился за 2 часа 38 минут. То есть, ну по факту это будет где-то чуть более 3 часов просмотра видео. Ну то есть, ну никак здесь не 2500, ну может быть там 1600-1700 максимум. Также в начале видео уточнял, что здесь рабочий GPS. У меня установлен Navitel, у меня установлен GPS-тест. И вот эти скрины, которыми я тестировал эти моменты. Значит, вот скрин у меня с GPS-тест. Ловит спутники довольно-таки быстро. Опять же, я делаю этот тест-прогон в домашних условиях. То есть, не на улице. Возможно, на улице словил бы больше спутников. Через Navitel. Вот словил он у меня буквально моментально. Он поймал точку на карте. Ну и спустя там, допустим, 5 минут он нашел еще больше спутников. Вот 6 рабочих спутников. Нормально он их словил. И нормально потом отображал расположение на карте. Камера. Здесь две камеры. Скажем так, камеры для галочки. Есть фронтальная камера на 1,3 мегапикселя. Есть камера основная на 5 мегапикселей. Посмотрим, что у нас здесь. Да, тут показывает 5 мегапикселей. Видео в формате VGA можно записывать в формате 720p. Я не буду фотографировать, не буду делать каких-то фоток на данную модель. Потому что здесь нету автофокуса. Вот как оно снимает. Сейчас покажу. Ну то есть, качество фото очень плохое. Камера для галочки абсолютно. То есть, даже не стоит останавливаться на этом вопросе. Что ж, можно подводить итог. Во-первых, модель недорогая. В наличии в Украине эта модель стоит 1000 гривен. Есть три расцветки. Есть полностью белый вариант, красный, может быть розовый, ну и черный. То есть, данную модель может выбрать и мужчина, или там парень, или мальчик. Или девочка, или женщина, или девушка. Есть рабочий GPS. Есть отлично работающий Wi-Fi. Хорошая связь, хорошие динамики. Слышно хорошо. Довольно-таки хороший экран. Двухъядерный процессор, который воспроизводит даже Full HD. Но Full HD немножко подтупливает. С нормальными играми тоже будет эта модель совместимая. Единственное, есть косячок с памятью. Нужно будет вручную, ручками перенастраивать эти все настройки. Камера для галочки. Камера однозначный минус. Аккумулятор тоже не 2500. Это все неправда. Реальный аккумулятор порядка 1600-1700 мАч. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будем вас всегда радовать. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok